Хэллоуинский ивент впервые увидел играбельного SCP-объекта под номером 3114. Он оказался несколько худощавым, но благодаря нему онлайн после обновления вырос настолько, что мгновенно побил рекорд за всё время существования игры, а команда разработчиков приняла новую новостную политику, чтобы рассказать нам о процессе разработки и поделиться планами на будущие игры. Приветствую тебя на канале, дружище, ведь сегодня необычная тема. Мы поговорим о будущем такого интересного проекта, как SCP-SL. Будет ли это будущее в принципе и что разработчики хотят сделать с игрой дальше? Сегодня будет много интересного и удивительного, поэтому наливай чаёк, устраивайся поудобнее, приятного просмотра. Пожалуйста, нет, родной, пожалуйста, не поспать. Ну не надо, скелет, сука. Такова по-моему, всё. А ты тут или нет, еще больше, что ли? Зверь, поспать, поспать, поспать. Зверь, поспать, поспать. Зверь, поспать. Ну зачем меня-то? Зверь, поспать, поспать, поспать. Сначала представь, приходишь со школы, бросаешь портфель и садишься за компьютер, запускаешь любимую игру и проводишь в ней всё свободное время и даже больше, при этом забивая на учёбу и не замечая, как летят месяца. Для меня одной из немногих подобных игр стала SCP-SL, дарившая великолепные эмоции, сгладившие плохую графику, слабую оптимизацию, дисбаланс и баги игры. Глядя на недостатки сейчас, кажется, что они мало кого волнуют, ведь 7 лет игроки возрождаются за дэшек, качают карточки в SCP-914 и умирают от рук научных сотрудников, офицеров службы безопасности и SCP, в надежде, что однажды всё изменится и... Нордвуд вдруг выкладывает в сообщество необычный новостной пост, такс, посмотрим, о чём здесь говорится. Всем привет, студия Нордвуд представляет первую запись наших новых выпусков в передаче Зоны 0.2, цель которых дать игрокам наилучшее понимание о ходе разработки SCP-SL. В этом выпуске будут комментарии из отделов нашей студии, а также новости о прогрессе за последние несколько месяцев и планы на будущее. Звучит как то, что реально давно пора сделать. Разработчики расскажут, чем занимались всё это время и чем займутся в будущем. Хочу пожать руку тому человеку, который предложил передачи Зоны 0.2. Перейдём к комментариям разработчиков. После увеличения команды программистов в два раза, мы круглосуточно работали над множеством новых функций, планируя предстоящие месяцы вместе с другими командами разработчиков. Эффективность повысилась настолько, что мы можем работать над двумя обновлениями одновременно, не вредя общей разработке. Потому несколько месяцев мы активно работали над обновлением 13.2, Хэллоуином и Пирс. Замечательно, особенно касательно Хэллоуина и новом, по моему мнению, лучшем SCP в этой игре. Здесь есть сразу несколько очень необычных вещей, которые возможно заметили только опытные игроки, не один год играющие в SL. Во-первых, впервые на Хэллоуин ивент добавляют полноценный играбельный объект, SCP-3114. Во-вторых, ни один объект в игре не имеет своего голоса. Но SCP-3114 имеет харизматичную речь, созданную собственным актёром озвучки, что для этой игры просто дичайше круто. В-третьих, гораздо круче сами способности SCP-3114, ведь скелет является предателем, натягивающим на себя кожу убитых игроков и притворяясь человеком. Я придумал гениальную идею. Знаешь, что можно делать? Смотри, короче. Собака, она же может звуки издавать. Она издает звук, как будто я стреляю по ней. И все поймут, типа, я свой, да, потому что скелет не может стрелять. Во-во, она сейчас как раз, кстати, издала этот звук. SCP-3114 очень силён в правильных руках. Он обладает уникальным геймплеем, которого нет ни у кого в игре. Можно неожиданно душить игроков, оставшиеся с тобой наедине, ведь у них почти нет шансов выбраться. Можно подбирать пылесос и выкидывать его в пропасть, ведь мы взаимодействуем с предметами. Можно брать чёрную карточку, открывать любые двери и махать перед лицом у компа, ведь он лох. Можно ходить с чуваками, а потом в подходящий момент предать их и убить. Можно дудосить бедных дэшек в машине. Радости моей нет предела, но... Уважаемый Нордфуд, пожалуйста, оставьте SCP-3114 в игре. Не потому что скелет имба, напротив, его можно легко контрить. Против двух и более вооружённых людей объект почти не опасен, ведь не умеет пользоваться оружием, не обладает мощными атаками или высоким здоровьем, как другие SCP. Удушение сбивается любым хитом по скелету. Можно защититься хоть гранатой, хоть кока-колой, пылесосом и другими вещами. Кто-то скажет, нет, раньше было лучше, не хочу играть в Among Us. Я абсолютно согласен, но есть очень большое но. Такая точка зрения имеет место быть, но в ситуации, когда разработчики раз в год, а то и в полтора года, кормят нас чем-то интересным, то глупо будет отказываться от такого интересного игрового персонажа. На мой субъективный взгляд, SCP-3114 не хватало в игре как глотка кислорода в забитом метро. Советую поиграть за скелета, ведь его могут убрать по окончанию ивента. Теперь поговорим о пирс. В обновлении добавлены новые звуки. Система респавна волн станет более щадящей для тех, кто умер сразу. Компьютер научится взрывать комплекс, а чумной получит ребаланс или что-то вроде этого. Ничего особо интересного, однако полная официальная статья в описании. Перейдем к следующим комментариям. Мы усердно трудились над несколькими проектами, о которых пока нельзя говорить. Основная часть работы, показанной в последнем посте на Patreon, завершена. Мы не можем делиться подробностями, но рады, что вы, ребята, увидели над чем мы работаем. В процессе создания новых внутриигровых объектов, обычно мы прорабатываем концепт-арт, а как понимаем вид конечной модели, то приступаем к моделированию. Мы создаем два варианта модели. Один высокополигональный для детализации текстур, а второй низкополигональный в качестве сетки внутри игры. После текстурирования, снаряжения и, по необходимости, анимирования модели, она готова к использованию в игре. Эти ребята художники знают, что делают, ведь именно они создали скромнику столь крутую внешность анимации. Вот бы еще они и поработали над другими персонажами и их моделями. К примеру, у Чумнова вообще нет анимации, кроме анимации смерти. Ладно, шутка, у него даже анимации смерти нет, настолько он лох. Он просто падает как болванчик на пол. Причем это не выглядит красиво, ведь физика рэгдоллов в игре ужасна. Гораздо интереснее услышать от команды художников, какими концепт-артами они вдохновлялись, рисуя для SCP-939 такую огромную ж... Благодаря отзывам комьюнити мы разработали ряд патчей для обновления 13.2. Мы внимательно проверяем, соответствует ли каждое оружие нашим стандартам боевой системы. И в будущем надеемся изменить ряд экспериментальных механик, поскольку считаем их устаревшими, либо не столь интересными, как они могли бы быть. Также мы надеемся удивить вас очень жуткими изменениями в предстоящий Хэллоуин. У студии Нортвуд действительно получилось удивить всех, ведь после релиза Хэллоуинского обновления онлайн-СЛ побил рекорд за 2 года и достиг почти 14 тысяч игроков единовременно. Именно поэтому большинство серверов в выходные дни забились с плотнейшей очередью, я даже зайти не мог, блин. Но следующее обновление вряд ли вызовет такой же интерес, однако оно ничуть не менее важно для SCP-СЛ. И говоря о будущем игры и изменениях, ты заметил, что СЛ давно перетекла из жанра хоррор в жанр шутера? Разработчики с давних пор добавляют в игру больше динамики. Возьмем в пример предстоящее обновление с измененной системой респавна Волл. Создано оно для одной цели. Умерь в начале раунда не беда. Вместо 10-минутного ожидания в наблюдателях, Вот тебе ускоренное возрождение, иди и сражайся дальше. Но это еще не все. Нордвуд создали таймер боеголовки, обнуляющийся во время респавна подкреплений. Но если дольше 2-х минут не прибывает новая команда хаоситов или МОГ, то запускается протокол детонации альфа боеголовки. Я больше не смогу спрятаться в комнате 939 и бесконечно тянуть раунд. Все эти изменения и подпрыгнувший интерес игроков в КСЛ лично у меня вызывают крайне позитивные чувства и даже гордость. Так есть ли у игры будущее или все это показные изменения, и через какой-нибудь месяц от интереса игроков не останется и следа? Может и так. Возможно игроки посмотрят на нового SCP и разойдутся. Но что это на самом деле значит для нас? Чтобы всегда иметь возможность ностальгировать, обсуждать любимые игры и критиковать разработчиков в чисто мужской компании, присоединяйся к нашему дискорд серверу. Там не особо шумно после моего отсутствия, но общение не стесняется правилами, и кажется нам здесь не хватает только тебя. Спасибо. Так вот продолжу. Студия Нордфуд и все игроки, и все мы, люди, со временем претерпевающие изменения. Спустя годы мы можем не узнать себя вовсе. Но это не означает что-то плохое. Мы все стремимся стать лучшей версией себя. Так и SL. Это проект, игра, которую развивают люди и делают это своими силами, стараясь улучшить то, что мы имеем. Игра проходит тяжелый путь, строящийся как на успехах, так и на фатальных и критических ошибках. Но преодолевать их помогают игроки. И даже если сами разработчики внезапно по каким-то причинам потеряют интерес к проекту, что крайне маловероятно. Ведь у них уже в этом много опыта и фанбаза даже имеется. Даже если это случится, идея не умрет. Пока живы фанаты. Пока SL не заменит игра, которая полюбится игрокам еще больше. Пока у SCP SL не появится достойный преемник, как когда-то появился у величайшего Containment Bridge. То, что мы видим сейчас, это новое начало, новая строчка в истории этой игры. Возможно, однажды разработчикам удастся сделать из этой игры нечто большее, чем трешовый фановый шутер, обитающий на бесплатных просторах магазина Steam. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, теребонькой колокольчик, тогда я пойму, что такой контент тебе интересен и мне стоит развивать это направление видеороликов. Желаю приятной игры, удачи и чава какава. Суббаха! Туда! Туда собаку! Иди нахуй, был бы! Сичаром, блядь. Да мне было броня. Это было гениально. Да нихуя не гениально, у меня хапали. Там еще была вторая граната в лифте. Она не успеет, как и компон. Она не могла ли мне идти, она не болела в этой головке. Ха-э, год-бон. А, все, она еще не успела. Блядь, хуй вам долго, блядь. Надо, чтобы и глобки не успеть дойти. Он со мной ходил, я ему сказал, в боеголовку пойдем. Он долбою, блядь, ходит, ходит, ищет ее, пиздец. Ебанутый, блядь. Ну да, чумной, делаешь? Он был у боеголовки рядом с тобой, и он ушел потом. Даже не еще. Так он еблан. Слуха! Нет, сухой, ты не видишь, ты не видишь, ты не видишь, ты не видишь. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова